В этот день православная церковь вспоминает евангельское событие, сошествие Святого Духа на апостолов. Богослужения на Троицу проходят с особой торжественностью. Храм украсили березовыми ветвями, травой и цветами. Символ травы, символ ветвей показывает, что есть это жизненное, оно жизненное, это не что-то бездуховное, а это духовное, наполненное духовностью, символ чистоты. Вот поэтому и березка, и трава, она является живою, как и дух, он животворящий. Они вот целую неделю будут лежать, а потом их люди будут разбирать дома. Вот молитвы читаются, они как освященные. День Святой Троицы выпадает на 50-й день после Пасхи, поэтому этот праздник еще называют Пятидесятницей. Когда родители были живы, мы всегда праздновали в Троице. Молились о здоровье, о поколении своих родителей. Праздник в усадок напоминает фестиваль русского фольклора «Карабон», правда масштабы значительно малы. В этом году здесь выступили всего три творческих коллектива из разных сельских поселений. Песни «Белые местные затвора» – концерт по случаю Дня Святой Троицы здесь проводится четвертый год подряд. Таким образом церковные служители стремятся сблизить духовно местных жителей, чтобы все сельчане жили в мире и согласии. Каждый праздник мы приходим с детьми, наши дети в ансамбле выступают, охота, чтобы расширялось вот это все. Здесь очень весело проходит этот праздник, ну, мне нравится. Тут очень много народ собирается. По традиции в этот день любой мог загадать желание, привязав ленточку к ветве березы. Считается, что в течение года заветная мечта исполнится. Например, священники храма сегодня загадали, чтобы в День Святой Троицы в церковь приходило как можно больше людей. Эльмир Глякмедов, Рустам Кадрив, Телеканал, Эфир.